Международный турнир подзюдок «Сатадель-2019» – одно из соревнований большого спортивного республиканского календаря. Традиционно здесь выступают ребята, имеющие хорошую физическую подготовку, желающие выступать на первенствах республиканского и международного уровня. В 2019-м это представители Беларуси, России, Украины, Молдовы, Румынии и Литвы. Соревнования проходят по двум возрастам. Это возраст от 13 до 14 лет и 15-16 летние ребята. Этот турнир уже признан регулярным, проводится не один год. Посвящен турнир памяти героев обороны Брестской крепости. Дзюдо как вид единоборств особенно полезны ребятам школьного возраста. Но однажды, окунувшись в этот мир, даже взрослый человек быстро становится его фанатом. Дзюдо наряду с комплексным физическим развитием отлично тренирует у ребенка волю, формирует гибкость и скорость мышления. Ведь ситуация в борьбе над татами меняется с невероятной скоростью. Здесь важно уметь за доли секунды оценить эти изменения на мышечном уровне, принять правильное решение и применить нужный прием. Это хорошо понимают молодые спортсмены, многие из которых хотят посвятить этому виду единоборств в свою жизнь. Пошли результаты, начал занимать первые места и понял, что это понадобится в жизни, что мне идет и начал больше и усерднее заниматься. А как много вообще ты уделяешь тренировкам? Много ли у тебя тренировок в неделю? Я думаю, что ты кроме того, чтобы посещать и с тренером работать, работаешь и сам над собой? Да, конечно, тренировок 6 раз в неделю. Что такое сегодня спорт для молодежи, для горожан? Это, наверное, самое главное воспитание, это самое главное воспитание духа, здоровья. И поэтому, когда дети приучаются и привыкают с самого детства к занятию спортом, физкультурой, это самое наше здоровье, наши нации. Победители определились в каждой возрастной весовой категории. Для них организаторы и спонсоры подготовили памятные подарки, которые станут отличным дополнением к высоким результатам, продемонстрированным в рамках двух дней соревнований. Анастасия Ноздрин-Плотнецкая, Григорий Пекарский, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.